Сейчас я вам расскажу историю про мой тотальный факап с моим мужем. Просто я лоханулась до такой степени, это еще было до брака. То, что он на мне женился после этого, это просто, ну, правда, знак великой любви. Начнем с того, что у меня муж тотально повернут на вине. Он знает, с каковой горы, с какого склона был собран виноград, вот в этом там урожае 52-го года для вот этого шато какого-то там. У него есть своя хрень какая-то, о которой он там хранит эти вина, он их там переворачивает, вертит, какие-то у него хранятся в холодильнике. Ну, в общем, тотально повернут на вине. Я же человек, который различает вина по цветам максимум. Для меня все красные вина без сахара. Кислятина, неважно какой там у них год выдержки, а все, что игривое и с сахаром, это мне вкусно. Мы тогда жили на Мальте, был очень такой томный розовый вечер, закат, красота, у меня прекрасный балкон, пришла подружка, июльский вечер, и мы перед этим как-то частенько заладили брать внизу вино в магазине, такое игристое, розовенькое, холодненькое, за 4 евро. У него еще такая пробочка откручивалась. Вот, и томные вечера вот так вот проводить. Мы такое делали не так часто, ну, не знаю, может, раз в недельку там по выходным, но в тот момент у меня мама жила со мной, и для нее этот раз в недельку это был знак, что дочь спивается. Все, дочь пошла по наклонной. Я сейчас обрисовываю все части этого марлезонского балета, потому что они потом выльются в огромнейший факап. Поэтому помним, розовый томный вечер, мы иногда покупали вино по 4 евро, дома мать думающая, что Снежана спивается. Ну и, собственно, в этот вечер мы почему-то не заглянули в магазин под домом, и я подумала, что в холодильник это есть какое-то вино, я видела там стояла бутылка мужа. Чего идти за этим вино за 4 евро, когда вот в холодильнике добро пропадает? Ну, мужа дома не было, мы решили открыть сами эту пробку, и еле, сука, выдрали эту пробку просто с зубами. Я думала, сволочь ты, кто ты впихивал туда эту пробку. Мы-то мы выдирали по кускам это дерево, правда, и не понимали, что за фигня вообще происходит. Победив эту гребаную пробку, мы налили себе по бокальчику, бутылку поставили на столе с остатками вина, сели, значит, на балкончик, там маленькие пузырики идут, не как в игристом вине, а немножечко-немножечко, но идут. Ну, вы начинаете догадываться, почему эти пузырики были? В это время приходит мама с моря, видит на столе открытую бутылку вина, и чтобы дочь не спилась, она остатки вина допивает сама, а бутылку выбрасывает в мусорник. Мы прекрасно проводим время, возвращается с работы Вальтер, и что-то там распечатывает, не помню, какой-то пластик в руках, он открывает мусорник, чтобы бросить пластик, и замирает над этой мусоркой в кухне, просто стоит и не дышит. Он достает, значит, эту бутылку за горлышко из мусорки, смотрит на меня, и, типа, это, собственно, что? Ну, я ему говорю, ну, мне нам лень было за вот тем вином за 4 евро спускаться, мы тут взяли, оно холодненькое просто было уже. Он садится, значит, за голову, хватается, смотрит, там же ничего не осталось, он хотел, наверное, даже отпить, говорит, а что ж ты мне-то не оставила даже попробовать? Ну, я ему и говорю, что, ну, что ты драму-то устраиваешь, это всего лишь вино. Давай я пойду тебе такое вино куплю. Он мне говорит, дура, ты нигде такое вино никогда не купишь. В общем, винодельно закрылось. Винодел умер. Его дети хранили несколько десятков этих бутылок и передали Вальтеру одну в память об отце, потому что он какой-то был, его там давний друг. Вот, вино было какой-то безумной выдержки, типа 50 лет или что-то такое, поэтому гребанная пробка с нее не доставалась, и вот эти вот булечки и уже газики появились там от выдержки долгой. Вот, вот это вино я выпила, купить его невозможно, и он после этого на мне женился. Может, он поэтому на мне и женился, чтобы сохранить хоть часть этого вина рядом. КОНЕЦ